Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели в эфире передачи «Якутск. Сегодня». У микрофона редактор Мария Ким, со мной также мои коллеги Николай Слепцов, Айдын и Михаил Эверстов. Мы транслируемся в прямом эфире. Вы можете к нам позвонить в студию по телефонам 32 00 66 и 32 11 66. В апреле месяце в Центре культуры имени Гагарина состоялся 9-й республиканский конкурс интеллекта, красоты, творчества и спорта мистер и мисс профессионального образования Республики Саха-Якутия. У нас в гостях студенты Республиканского техникума, интерната, профессиональный и медик социальной реабилитации инвалидов имени Донской Марты Николаевны, участники данного конкурса – Гурьев Айтал и Феоктистова Инна. Также у нас в гостях сурдопереводчик Кривогорницына Оксана Васильевна. Добрый день! Я вас очень рада приветствовать. День добрый. Здесь у нас в студии, такие красивые, молодые. Расскажите, пожалуйста, о участии в этом конкурсе. А чему бы рассказать об этом? Было очень весело. Да, ну, молодости, все таки, и серовесники, да, с разных учебных заведений. Там несколько есть постарше, но очень веселые люди попались, очень. А на вашем опыте это вообще первый конкурс? Для меня, да. Для Айтала? Тебе тоже первый. Ну, большой конкурс первый раз. Первый раз. Не было страшно? Не было. Не было. Все нормально было. Ну, очень походит, да, на корейцев, очень. А вот когда вы, допустим, Инна вот выходила, представляла друг друга, а в случае Айтала как это происходило? Вот коннект с зрителями, с жюри. Когда миссия мистер была, когда участвовали, его прямо по трансляции рассказывали, что это Горьев, Айтал, он сам ничего не говорил. А участники конкурса вообще никаких ограничений, всех принимают, все приходят, участие принимают. А так вот подружились, да, со всеми этими конкурсантами. Да, со всеми. Сейчас уже. Мы сейчас общаемся, у нас специально есть группы, и до сих пор мы общаемся. У вас даже так. Да. Молодцы. А вот какой был самый такой конкурс, где было, ну, скажем, более волнительно? Это мы когда защищали свой проект. А, защищали свой проект. У него, да, тоже защита проекта, и еще говорит он про учение танца. У нас специально учили танец, танец называется, ну, ко дню космонавтики. И посвященный Еврееву. Ага, посвященный ко дню космонавтики, и все были в костюме космонавта. Космонавт, всех конкурсантов. А сколько конкурсантов было, чтобы все ходили к костюму космонавта? Ой, вспомнить бы. Ну, вот около 30. И все синхронно, дружно. И все синхронно, одинаково все, в блестящем космическом костюме были. Надо посмотреть. А защита проекта, что вы, о чем был этот проект? Защитить свой проект. У меня был проект «Вкусно». Это для тех специальных проектов у меня была, про готовку. И для слабослышащих людей тоже научиться готовить с переводчиком. И вот так. А вот. Какой проект был? Какой проект был? У него проект было «Парахмахерское дело искусства». И обслуживание, как волонтерское обслуживание тоже неслышащих людей. Дома-интернат, дома престарелых. Вот такой проект был. Все, вот сейчас нужно будет уже, наверное, зрителям поподробнее рассказать, откуда наши гости, студенты, какие профессии они получают. Инна, расскажи про свою профессию. Ну, я, во-первых... Будущую. Будущую. Ну, откуда? Я повар. На будущем, походу, стану поваром. С первого курса, скоро должна закончить. А вот именно стать поваром, это вот потому, что, ну, так получилось или прям целенаправленно? Целенаправленно с детства. Я детство раньше готовила очень сильно. Каждый раз на кухне была. Какой хорошей дочи, да? На кухне каждый раз была. И вот привычно стала готовить. Я вот начала очень любить готовить и как раз поступила на повара, на технике. А любимое блюдо, которое ты любишь готовить больше всего? Любимое блюдо, это вот холодное блюдо, это примерно салаты. И вот все вот это так с детства кропотливо, все. Да. С пирога салаты началась готовить, научилась. Потом мучное это или пироги, пирожки, все остальное, и все хорошо получилось. Пирожки ты умеешь стряпать? Пироги. Пироги. Ой, какая молодец, господи. Я пирожки намучилась стряпать в 40 лет. Инна? Молодец. Айтал, почему вдруг ты выбрал именно такую профессию, стать парикмахером? Да, я еще в школе, говорит, мечтал быть парикмахером. Что, 20? Ну, я учусь сейчас на парикмахере, говорят, и скоро я пойду на практику, и буду сам отдельно работать. Вот такие молодцы, вот я детей обожаю в плане таком, что они вот идут туда, куда хотят идти, они вот наше поколение, когда надо было вот туда идти, нас направляли, что модно направляли. А вот именно по зуму бывшие такие профессии. Я вас прям очень глубокое чувство в жизни. Айтал еще много участвовал. Да, вот про конкурсы свои. Да, в конкурсах участвовал. Да, в Москве Дайскилз, в международном конкурсе он участвовал, он там первое место занял. А потом второе, Абилимпикс в 1924 году участвовал здесь, тоже какое место занял, второе место. А еще у него конкурсы, очень много конкурсов были. Я педагог-наставник, и две звезды участвовал. И поющие руки, да, тоже в конкурсе участвовал, тоже второе место занял. Вот у него очень много достижений. Да, достижений очень много. Ну, на сцену выходить не страшно. На сцену выходить не страшно. Молодец. Уже привыкший, да. Скажите, вот, Инна, сколько еще осталось учиться? Примерно еще месяц осталось, только два. Это у меня какой курс тогда ты сейчас учишься? Я первый курс. Там они учатся 10 месяцев. 10 месяцев. И уже получают образование? И в июне уже защищают свою профессию. И в конце уже они получают документы. О профессиональном образовании? О профессиональном образовании, да. Какие? Потом могут дальше учиться, да. И пробуют уже работать сразу. Да, и работать могут сразу. Могут сразу работать. А, Оксана Васильевна, вы там в качестве кого? Я там как учитель-дефектолог и как сурдопереводчик. Все предметы, которые учатся, все вот эти практики, все идет через сурдоперевод, через сурдопереводчик. И вы во время урока приходите? Во время урока прихожу, рядом с преподавателем сижу и перевожу. Все, историю, там разные все предметы. Предметы очень много. Вы вообще профессионал по всем этим. По всем, да. И не только, вот, например, парахмахера. Перевод, сурдоперевод. Есть сурдоперевод повара, пекаря. Вы умеете, все. Бухгалтера. Есть даже дизайнеры учатся у нас. У нас очень много профессий. Почти 10 разных интересных профессий для, ну, сограниченной возможности здоровья. Для особенно ребятишек. Особенно. А давно вы там работаете? Я сама лично сурдопереводчиком работаю уже 45 лет. Всю свою жизнь? Да, всю свою жизнь работаю с сурдопереводчиком. И вы помогаете налаживать этот вот мозг, да, чтобы люди понимали друг друга. Работа нравится вам? Ну, давно работаю. 45 лет. Да, давно работаю, поэтому привыкла. И все меня сейчас видят глухие. И всем привет передаю, если видят меня. А с ребятишками сложно работать или проще? Нет. Они и в школе с малых лет со всеми общаются. Все очень общительные. Все друг друга очень хорошо знают. Очень умные, хорошие ребята. Хотелось бы узнать вообще, откуда вы сами родом. Я сама Салёквинска. Моя землячка. И вот буквально год назад школу закончив, ты приехала сюда и уже практически через год уже получаешь образование. Да. А на родину вернешься? Нет, думаю, я тут останусь. Дальше я думаю учиться пойти или работать. Пока что неизвестно. Я родом Мегина Конголасова, улуса, села Матта. Села Матта. Но он с первого класса учился здесь в городе Якутской коллекционной школе для неслышащих детей. Сколько лет учился? Двенадцать классов ты закончила. А ну, двенадцать лет учился здесь. Ну, если Айтан уедет в Южную Корею, мне кажется, того, его за своего примутать. Ага, ну вот после окончания учебы хочу вот работать. Ага, ну, останетесь здесь. Здесь в городе останетесь. Якутске. А по поводу трудоустройства, вот таких вот ребятишек, ну, в принципе, никаких? Ну, есть, конечно, трудности. Но большинство находит работу. Ну, я думаю, Айтан найдет работу. Конечно. А еще хоть стоит отметить, что вот я его биографию читала, что помимо того, что он принимает участие в конкурсах, куда-то выезжает, он еще и занимается волонтерской деятельностью. Да, занимается волонтерской деятельностью. Да, да, да. Я вот хотела бы вот этот момент, чтобы Айтан нам рассказал, когда он пришел в это движение волонтерское, и чем они у себя там занимаются? А, ну, ага, вначале они как волонтерское ездили в домах-интернатах, там и показывали, и концерты, и обслуживали их, вот, прически делали, да? В домах-интернатах, вот, в коррекционных школах. Ну, у нас там домов-интернатов даже для инвалидов и Капитоновку туда ездили. Ну, везде ездили, и везде вот. Такой вот у них работа была волонтерская. И это на постоянной основе, да, у вас? Ну, почти, вот, пока они учатся в парикмахере, у них вот эта работа есть волонтерская. И всем очень нравится, да, самим студентам. Студентам очень нравится. Они ездят, и красоту делать. Окей, хорошо, вот с мужскими прическами как-то, ну, не в этом плане ясно, да? Ну, робот, подстриг, под машинку, однёрка, ну. А с женскими волосами вы работаете? Конечно, работает, да. Ну, что делать? Ну, он же универсальный, и мужской, и женский, да. Да, это укладку делать, вечерние прически, но и стрижки женские тоже делают, да. Модные женские стрижки делают. А на курсе, вот, Деина вот сейчас у Айтала спросит, на курсе вас сколько однокурсников студентов? В группе 11 студентов, и все они, вот, учатся. И все ездят, ездят, вот, как в волонтерское движение, принимают участие. Да, все принимают участие. Кто-то стрижку делает, кто-то модельную укладку делает. Ну, много-много. Ну, я так понимаю, что, да, и прямо вот учился в школе и мечтал стать парикмахером, да? Да, учился в школе и мечтал стать парикмахером, да? Да? Да. А откуда такое вот рвение? Откуда? Ага. Да, просто хотел учиться, да, у него такое было желание, желание учиться. А все равно уже для вас какой-то есть, там, в каждой профессии есть свой кумир, да? Да. В каждой профессии есть свой кумир. Вы за кем постыдовали? А те есть, а кого любишь, например? Кто из парикмахеров? Кто? Вот и радиослушателям хочу объяснить, что сейчас Айтал на языке жестов нам тут рассказывает, и поэтому вот эти вот паузы, которые возникают, это Айтал сидит и нам рассказывает. А телезрители, ну, я уже видел. Ну, он такие модные журналы смотрит там, разные эти прически смотрит. Вот, вот, и мечтает такие прически делать. А Инна? У меня кумира, конечно, нет, но я сама по себе пошла. Молодец, такая хорошая. А вот супер, вот уже заканчиваешь, впереди практически дипломная работа. Супер крутое блюдо, там прям высший пилотаж. Какое ты вот сделала? Которым ты вот особенно гордишься? Если честно, мне кажется, про это я не проходила. Мы должны на учебной практике, примерно, мы должны уехать по ресторанам. Ну, у нас учебная практика будет по ресторанам, да. И там как раз будем обучаться всё. И вот, скоро я поеду в один ресторан, и я как раз буду там проходить практику. А вот где проходишь практику? Потому что у нас же сейчас разные рестораны есть. У нас паззиатская, кухня китайская, якутская, русская, европейская. Вот какое больше всего направление? Якутская. Якутская. И после практики, в принципе, уже потом, уже можно куда-то далее поступать и устраиваться и параллельно на работу. Вы без профессии, вот, дей богу, честное слово, вы не останетесь без работы, то есть. Без работы не останутся, да, действительно. Без работы не останутся. Молодцы, потому что и парикмахеры у нас очень требуются, да, самую общепитую у нас всегда люди. Человек каждый день кушает, да, каждый день. Это прическа, красивые прическа. Да, без работы они точно не знают. А насчёт, вот, у вас хотелось, Анна Васильевна, спросить, насчёт трудоустройства, вот, опять же, да, у нас практически все уже трудоустраиваются после окончания. Они стараются, все трудоустраиваются, но бывают трудности, конечно. Но большинство, вот, некоторые наши инвалиды, например, да, вот так буду говорить, инвалиды, они могут дома работать. На дому. Да, на дому, вот, приглашать. Специально вот этот, открыть своё парахмахерское дело. Своё дело открывать. Может быть, Айтал тоже так будет делать, своё парахмахерское дело откроет, сам будет парахмахер. Да, может. Можешь, мечтаешь. Ой, Айтал, молодец, давай вообще его. Мечтаешь своё дело открыть? Нет, сам себе открыть. Своё собственное дело. Мечтаешь, ну, раньше же мечтал, но сейчас пока нет, говорит, просто думает. А когда закончит Айтал учебное заведение, оставит ли он вот это вот занятие как волонтёрство? Да, волонтёрское. Будешь, да, буду говорить, волонтёрское движение будет заниматься. Ну, надо там команду же собирать, а день же не пойдёшь, надо. А он же может при вашем учебном заведении, в принципе, также и остаться закреплённым в этом волонтёрском движении, да, и тоже принимать активные части, в реабилитационные центры ездить, да? Буду, да. А точно, какая парикмахерская в Якутске, куда ты пойдёшь работать, уже определено? Сейчас, практику, куда пройдёшь? В 203-м микрорайоне, там парикмахерская будет походить, практику производственную. Это называется Анна, да? Анна, а Анна называется парикмахерская, там он будет работать. У нас вот буквально осталось минута и 15 секунд. 15 секунд. Ну, впереди, я так понимаю, что у ребят сейчас дипломная работа, да? Да. И вот сейчас задание уже дали. Да. Угу. А тебе какое задание дали? Мне задание дали закуски. Подготовили. Да. Эти у нас бывают разные закуски. У меня закуски с рыбой. Ой, я выбрала один проект, и вот пока что доделываю. А у вас там прям вообще-то очень всё... Это, наверное, скорее всего, должна быть авторская работа. Что ты уже не должна что-то повторить, да? Да. Какой-то это сам. Ну, если у Майси попросить, она может разрешить, а если нет, тогда нужно самой придумать. В твоём случае? Я придумываю, как могу. Блюдо из рыбы? Да. С красной рыбой. Узнала ещё с красной рыбой. Огромное спасибо, что вы пришли сегодня к нам в гости, рассказали о своей будущей профессии. Надеюсь, что это не последняя встреча. И мы буквально скоро уже увидимся, когда вы займёшься. Повздоровеет. Всё? Угу. Спасибо большое. Ещё раз добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире передачи «Якутск сегодня». Второй блок. У микрофона Мария Ким. Со мной также мои коллеги Николай Слепцов-Айдын и Михаил Эверстов. Изо дня в день, к сожалению, наши земляки продолжают поддаваться телефонным аферистам. Буквально сегодня утром поступила сводка по телеграм-каналу прокуратуры региона о том, что за минувшую неделю 15 жителей республики перечислили телефонным мошенникам около 12 миллионов рублей или более 12 миллионов рублей. Суммы страшные, статистика страшная. Каждую неделю это всё выносится в хронике. Могу так сказать? Ну да. Окей. И у нас в гостях Сиванкаева Неля Харисовна, руководитель офиса Сбербанка и Гермогенова Нергуяна Павловна, заместитель руководителя офиса Сбербанка. Это те самые девушки, которых в начале мая наградили за то, что вы практически из лап мошенников вырвали наших земляков и не дали им сделать опрометчивый шаг. Я вот хотела... Я когда вас увидела в этом телеграм-канале, как вас награждают, я подумала, какие они молодцы. Это всё-таки вы спасли людей от вот этих вот миллионных долгов, да, которые они там берут за... Они же не только свои средства переводят, они ещё и заёмные средства берут. Конечно. Расскажите про ваши случаи, за что вас наградили. Давайте я тогда начну. Всем добрый день. В общем, действительно, молодцы, наверное, не только мы вдвоём, с Нергуяной коллегой, но и все наши коллеги, которые предотвращают такие действия каждый день. То есть это наша ежедневная работа. Помимо того, что вы ещё и деньги выдаёте, вклады открываете, кредиты оформляете, вы ещё и за этим следите. Конечно. Да, обязательно. То есть не только при беседе личной с клиентом, мы также наблюдаем, допустим, я как руководитель обязательно наблюдаю за клиентами в зале, кто как себя ведёт, сколько клиента ожидают и так далее. Но у нас есть разные показатели, не буду углубляться в это. В общем, как ситуация произошла в моём офисе, у меня офис 152-й по улице Октябрьская, 27. В общем, как обычно, я при обслуживании клиентов, обслуживала клиентов, далее всегда как руководитель я выхожу в зал, смотрю обстановку своих сотрудников, обязательно нахожусь в зале и увидела клиента. Кстати, этот клиент, он достаточно известная личность у нас в Якутске, он является артистом не только Республики Саха-Якутия, но и по Российской Федерации. В общем, я увидела его, я изначально, конечно, его не узнала, он очень сильно нервничал, ходил туда-сюда по залу. Я подошла, спросила, он уже был с талоном, то есть у нас есть клиент, да, вы знаете, наверное, систему, он уже ходил с талоном и ждал очередь. Я подошла к клиенту, спросила, что случилось, с какой операцией к нам пришли, и клиент начал как-то вот нервничать, говорить о том, что, ну, нужно ему совершить там операцию, что-то с картой и так далее. Ну, я уже заметила, что что-то не так, что клиент находится, ну, вот как-то мое нутро, наверное, да, подсказало, что он под каким-то воздействием. Я начала задавать такие боли, наверное, вопросы, чтобы клиента выявить, да, понять, что случилось конкретно. Он не стал говорить в зале, попросил отойти. Естественно, мы с этим клиентом прошли в мой кабинет, мы начали с ним обсуждать, и он оказался, да, под воздействием мошенников. Мошенники вышли на него через, получается, с аккаунта его знакомого в Телеграм. То есть он думал, что это пишет его коллега, да. Вот этот вот вид у этих мошенников, преступников, в последнее время очень распространенным стал. Конечно, да. И он все рассказал. Да, он начал говорить, что вот его знакомый пишет, срочно нужны деньги, он должен взять сам сумму снять определенную со счета, на что я сказала, что давайте посмотрим переписку. Он говорит, мне сказали, чтобы я скачал файл. Мы начали смотреть, какой файл. Естественно, я поняла, что что-то не так. Далее, когда мы уже в телефоне, и все это его... Ну, он мне уже показывал самостоятельно, что не так. Я увидела, что в его телефоне происходит действие. Ну, то есть мы телефон не трогаем, а его телефон сам по себе работает. В общем, далее пошла запись нас с ним. То есть нас начали записывать на его телефон. Мошенники. Господи, из-за того, что он этот файл скачал. Да, да. Это называется как-то дистанционное... Да, введение. То есть они дистанционно, удаленно подключились к его телефону. Он дал полный доступ, скачав данный файл. И, естественно, они начали уже там полную работу, так сказать. Мы клиенту... Ну, уже в действиях сделали все определенные действия, вернее. И нам пришлось заблокировать счета клиента. Естественно, заблокировать Забербанк онлайн. Но это мы сделали заведомо понимая, что если мы этого не сделаем, потому что клиенты с телефона уже проводились действия. Мы, естественно, все эти манипуляции сделали. Далее полностью очистили телефон клиента. Да, потому что когда я уже увидела, что идет запись у нас с ним... Ну, как-то... Там не то, что запись аудио, там видеозапись началась. То есть нас снимали прям по видео с ним, да. В общем, мы предотвратили вот мошенничество. Он безмерно благодарен. Он в какой-то, наверное, момент вот так вот понял, да, что я че не считаю? Конечно, да, что он был под воздействием, что это совершенно не его знакомый. Да, и он прям очень сильно благодарил нас, меня, в том числе, команду, за то, что мы вот проявили, да, какую-то, наверное, такую человекоцентричность. Да, это очень важно. Мы сейчас, работая в банке, мы, конечно, всегда нужно оставаться человеком, проявлять внимание каждому человеку, тем более к пожилым. Пожилые очень люди доверчивые. Мы с пожилыми прям ведем такой диалог, если они к нам приходят за снятием, за кредитом и так далее. Естественно, более детально уже. Ну, в целом вот так. Клиент остался доволен, мы остались тоже, конечно же, довольны. Да, и слова благодарности для нас это, наверное, самая большая награда, когда человек остается вот и при своих денежных средствах, и не попадает в лапы, так сказать, мошенников. Да, а вот если не секрет, речь о какой сумме шла на тот момент? Сумма была достаточно, ну, для кого-то, может, это покажется небольшая, но, тем не менее, это порядка 150 тысяч. Нет, это большая сумма 150. Вот, да. Ну, люди, я знаю, что люди переводят еще большие суммы, да. Это статистика вообще убивает. Так что, да, статистика, вы сами сегодня озвучили, что статистика только там 12 миллионов. Так что, да, мы предотвращаем, но это не только моя работа, как я уже сказала, это вот ежедневный наш труд, наш труд коллег. То есть каждый из нас, наверное, в этом плане какой-то герой, да? Да, да, да. Конечно, герои столько миллионных этих. Ну, да, да, конечно. Ну, вот такая история, в общем, произошла. У вас такая. Да. И мы, конечно же, нашим клиентам озвучиваем, постоянно говорим, что... Вот рассказываем такие истории, что случаются. Так что это не одна история, таких историй очень много. Вот сейчас нам вы свою историю расскажете. Да, вот передам коллеге. Добрый день. Моя история будет более, ну, классическая. Здесь речь идет об инвестициях. Вот, например, буквально вот на прошлой неделе мой коллега заметил в зале бабушку, которая, ну, на громкой связи разговаривает с кем-то. И пригласили меня, ну, вот, Елена Павловна, там клиент разговаривает с кем-то. Вот, можете подойти к клиенту. Я к клиенту подошла, позвала ее к себе отдельно, там усадила, и уже начала более как бы войти в доверие, уточниться, с кем разговаривает. А прям уже такое, прям, видно было, что это очень подозрительный диалог, да? Да, потому что там клиент диктует свои данные. Ну, вот, например, клиента свои данные по телефону никому-то почти не диктует. Это только обычно мошенникам, классическая более ситуация. И выяснилось, что бабушку, ну, вот это была клиентка 79-го года рождения, ой, не 79, 39-го года рождения. Это вот ей сколько было? Всю свою пенсию она собиралась перевести мошенникам. Вот, ей обещали выплату, компенсацию в размере 450 тысяч рублей, и она хотела получить доступ к этим деньгам. И для того, чтобы получить этот доступ, нужно было оплатить там госпошлину, они ей сказали. Вот, клиент в моем случае, ну, сумма у нее была не... Ну, для пенсионеров это достаточно большая сумма, здесь речь шла о 10 тысячах рублей. И вот мы с моим клиентом, ну, как, провели все процедуры, чтобы, как бы, не заблокировали карту, чтобы она не перевела свои деньги. А она вот, допустим, если вы видите такую картину, а вот человек суетится, вы понимаете по инструкции, по всем этим своим уже, по своему обучению, что что-то тут не так. А бывало такое-то, что вы подходили, и он говорит, да ладно, что вы лезете не в свое дело, мы сами... Было такое? Все тоже такое часто встречается. Это один из факторов, когда клиент, например, на уточняющий вопрос отвечает, ну, скажем так, агрессивно, да, или не хочет уточняться, это, ну, для банка тоже такой фактор, где нужно быть более внимательным. Обычно клиенты, которым... Им дают инструкцию не рассказывать клиентам более подробно, что они хотят сделать. Вот один из этапов мошенников, ну, инструкций мошенников, чтобы они не вдавались в подробности сотрудничества. Банк. Ну, они совершенствуют каждый... Вот все сценарии, да, у них вроде бы повторяются, повторяются, но каждый раз все по-новому. То у них... Если раньше этим занимались, допустим, силовые структуры, да, там, всегда агитировали. Центробанк обычно тоже, да, на передовой стоял. Сейчас понимаю, что еще и операционисты там прям такие эмпатично чувствуют, что что-то тут уже не то происходит. А по счетам все это у вас программа, вы все это видите, наблюдаете. Срабатывают алгоритмы, и у нас выходит информация, ну, банк приостанавливает операцию, например, это идет переводы и так далее. Переостанавливает, и мы уточняем уже от клиента. У клиента проводят ли операцию, ну, звонили ли ему кто-то из неизвестных номеров, просили ли там данные, перевести денежные средства. Либо, ну, вот в таком формате. Уже система нам дает... Это когда при обслуживании клиента, а когда уже клиент, например, сидит в зале, это уже со стороны сотрудников уже как бы идет наблюдение. И вы наблюдаете, смотрите. Да, конечно, поведение человека, как он себя ведет. Ну, в первую очередь это, конечно, выдаёт. Конечно, да. Это выдаёт. Удивление клиента, какая-то нервозность, она присутствует. И это видно. Да, бывают клиенты, вы правильно сказали, бывают клиенты, которые негативно принимают то, что мы там задаем вопросы и так далее. Но, тем не менее, ты всё равно у клиента настраиваешь на диалог, и они потом раскрываются. Говорят всю правду. Вот по инструкции стойко, терпите любое хамство, да, там, что там, какой идет ваш адрес. На самом деле мы понимаем, что за хамством стоит, наверное, какой-то страх клиента. Ну, естественно, конечно, мы на это не реагируем. Мы пытаемся клиента на какой-то... И спасаете от таких долгов страшных. И я вот всё время хотела... С Министерством внутренних дел мы это говорили, с психологами тоже это говорили, с Центробанком тоже мы это говорили. Вот вы, как сотрудники банка, скажите мне, почему люди до сих пор доверяют в виде такие страшные статистики, в виде, как люди другие теряют миллион рублей. А самое ещё страшное же то, что они теряют, берут в кредит, они идут в этом банке, возьмут кредит, потом идут тут же в другом банке, в микрозаймы, всё это в кучу собирает. Почему? Потому что, скорее всего, мошенники, они тоже такие психологи, они уже... У них заход идёт на такие более уязвимые места. Это желание заработать, это страх, это, например, они могут напугать, что там... Ну, первое обычно, ну, такой массовый... Массовая легенда была, это ваш близкий попал в какую-то беду, да, они просили перевести деньги, ну, когда всё-всё это началось. А потом они перешли на то, что сотрудники МВД хотят на вас возбудить уголовное дело, в избежание что-то нужно сделать. Ну, потом ещё у них легенда была, сотрудники банка хотят украсить ваши деньги, вам нужно взять встречный кредит, перевести всё это в безопасные счета, например. Вот этот безопасный счёт, у меня уже вот тут, понимаете, нету таких безопасных счетов. А знаете, зачастую ещё бывает такое, что, ну, это вот на практике тоже я заметила, что мошенники, они с клиентом общаются не неделю, не один день, а несколько месяцев. Да. Несколько месяцев они ведут работу с этим клиентом, да. И, ну, получается, это их клиента, получается, они, да, ведут с ним работу, узнают какие-то больные, наверное, более места клиентов. И только после этого. И в течение месяца человек не может понять, что он общается с мошенником, что у него деньги прям наглым образом выманивают. Угу. Совершенно верно. Опять же, модно же сейчас инвестировать. Я в эти инвестиции, ну, я если не разбираюсь, я туда и не лезу, да. Сотрудники ФСБ звонят и постоянно там, или кроцник, ну, я думала, окей, хорошо, может, пожилые так поддаются, ага, потому что там всё равно давление, вот это вот, да, сердечки у них все. Нет, оказывается, средний возраст, который поддаётся именно вот этим махинациям мошенников, от 30 до 45 лет. Это вот я практически, моя категория возрастная. Ну, конечно. После 40. Там уже желание заработать, это вот инвестиционное, я считаю, тут уже как бы больше, более того, ну, из-за этого, да. Потому что сейчас можно, знаете, инвестировать там вот эти вот, и какие-то эти придумывают всякие махины. Нужно, я всегда говорю, своим родным, там, ну, мама у меня такая ещё матерая, в этом плане, в Нарсуде всю свою жизнь проработала. А, ну, вот так. Ага, я говорю, ну, я всё равно, я всегда предупрежу, там, мама, никаких скачиваний. Она там, узнай себя за 5 минут, отправляет мне ссылку. Я ей думаю, мама, ты что там? Нет, я вот тебя хотела предупредить, что попробуй ты такое скачивай. Такая, ну, окей, хорошо. Проверка. Да, ну, опять же, надо предупредить наших всех телезрителей, радиослушателей, что никаких скачиваний узнать за 5 минут себя. Конечно, лишних файлов, да, которые подозрительные. Также у нас клиенты, допустим, приходят, говорят, вот мне нужно обновить мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Делать это желательно в офисе Сбербанка, чтобы сотрудники помогли, тем более пожилым людям, которые не разбираются в этом. Бывают случаи, когда мошенники выходят не только на взрослых, на детей. Вот же еще, кстати, да, случай был. У меня был клиент, когда позвонили ребенку и попросили продиктовать все коды, все пароли от телефонов, ну, родителей. То есть возьми папин телефон, посмотри СМС, какой пришел код, мы тебе купим там игру Роблокс, допустим. В этом случае родители оформили 3 миллиона кредита на них оформили, да, и уже родители по факту пришли ко мне, ну, естественно, мы разбирались в этой ситуации, да. Три мошенники, да, выходят и на детей в том числе. Это практически, это не нам, взрослым, только нужно, да, себя друг друга предупреждать, это еще нужно со своими детьми работать. Обязательно. Только попробуем аккарды тронуть, там, телефоны все выдать. Да. А потом, вот, допустим, они вот эти вот 3 миллиона оформили, они могут там как-то, наоборот, пойти в обратно и сказать, что это не мы, это все наш ребенок? Или это уже бесполезно все? На самом деле, конечно, уже по факту, если все оформлено, только через органы, да, работать уже, непосредственно искать таких людей, которые совершили злодеяния, так сказать, только так. Ну, это страшное преступление, я считаю, потому что вообще ни за что, ни про что в такие долговые ямы. Я вам, от меня тоже медаль, спасибо вам за то, что вы на чеку, за то, что вы спасаете наших земляков от таких опрометчивых шагов. Я тоже буду стараться быть бдительной в этом, потому что мне мама всегда говорит, о, ханна, ксанарма, я поэтому, да. Точно. Да. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Спасибо вам, что пригласили. Дай бог, чтобы у вас всегда были хорошие концовочки всех ваших вот этих вот историй, когда вы спасаете своих клиентов. Желаю вам успехов, удачи желают неудачникам, а я вам желаю успехов. Спасибо. Спасибо вам большое. До скорых встреч, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!